Привет, друзья! С вами Санчес и канал TimeSaver. В этом видео я покажу, как можно использовать маску, созданную с помощью инструмента Magic Mask в DaVinci Resolve 17 внутри Fusion. Вообще, Blackmagic уверяют, что Magic Mask не является заменой обычному ротоскопу и кейингу. Он не справляется с сложными переходами, такими как волосы, например. И пока в Magic Mask нету функции, аналогичной авторэффектовскому ротобрашу, где есть так называемый Refine Edge, то есть тонкая подстройка границ. Исходя из того, что этот инструмент находится на вкладке Color, создан он прежде всего для быстрой цветокоррекции, не для композинга. Но мы можем использовать его в композинге. И как это сделать, я вам сейчас покажу. Обычно я делаю всегда трекинг из центр секвенции. Здесь, по сути, тот же самый трекинг, только с помощью нейронной сети. Переходим в центр секвенции. Выбираем внизу слева под вьювером Qualifier. В инструменте Magic Mask включаем Show Overlay и выделяем персонажа. Достаточно небольшого штришка. Включаем Quality Better и нажимаем Track to the End. Теперь нажимаем вот эту кнопку, то есть Jump to Last Tracked Frame. Тем самым он нас перекинет в последний треканный кадр. И нажимаем Track to the Start. Для того, чтобы использовать эту маску теперь во фьюжене, делаем следующее. Берем альфа-канал нашей основной ноды и подключаем ее в выход вместо цветовой информации. Вот так. Теперь переходим на вкладку Edit и мы увидим уже нашу готовую маску. Теперь продублируем наш клип. Зажав Alt я это делаю в новом клипе. Сбрасываем настройки Magic Mask и подключаем обычный выход. Теперь кладем этот клип один на другим и создаем из этого фьюжен клип. Правой кнопкой New Fusion Clip. Переходим во Fusion и мы увидим во Fusion нашу маску. Теперь как ей пользоваться. Отключим пока маску. Создадим ноду Background. Я сделал это для демонстрации самого эффекта. Подключим ноду Background во вход ноду Merge. Поменяем входа местами. Ctrl-T. В ноде Background создадим какой-нибудь цвет. Давайте синенький. И прозрачность ему зададим. Это для того, чтобы отстраивать нашу ротоскоп-маску. Теперь для того, чтобы вот это изображение превратить в маску, нам нужна нода Bitmap. Добавляем ноду Bitmap и подключаем в ее желтый вход видео с белым и черным изображением. А выход этой ноды Bitmap подключаем во вход маски ноды Background. Теперь в ноде Bitmap меняем канал с Alpha на Luminance, то есть на яркость. И все, мы получаем нашу маску. Для того, чтобы комбинировать ее с обычным ротоскопом, делаем следующее. После ноды Bitmap добавляем, например, ноду Polygon. И в ноде Polygon обрисуем вот этот кусочек. Если нам нужно исключить эту область из ротоскопа, вот в этой ноде Polygon, которую мы добавили, меняем Paint Mode с Merge на Substract. Теперь мы можем анимировать эту маску, как обычный ротоскоп, по кадрам. Управлять ее параметрами, то есть смягчать границы для параметра Soft Edge и так далее. Если же мне нужно что-то добавить в нашу маску, я могу то же самое сделать, только не выбирать параметр Substract, а ставить параметр Merge. Я могу добавить ноду B-Spline для того, чтобы создавать вот такие фигуры с мягкими границами. Также, помимо использования B-Spline масок, я могу дополнять эту маску и редактировать ее с помощью кейинга. Чтобы добавить детали от волос, вот отсюда можно воспользоваться LumaCare. Добавим инструмент LumaCare, подключим к нему выход нашего основного видео, перетащим его в отдельный Viewer, увеличим вот эту область, которая нас интересует с волосами сверху и подкрутим параметр Threshold. Теперь, чтобы скомбинировать наши маски, добавим ноду Mate Control и подключим наш LumaCare во вход SolidMate. А теперь, соответственно, к самому LumaCare применим маску. Добавим ноду B-Spline и подключим выход этого B-Spline в вход маски ноды Mate Control. Можно смягчить края, анимировать этот B-Spline как нам нужно, тем самым получить точную маску волос. Соответственно, чтобы убрать жесткую границу из исходной маски, мы можем также добавить куда-нибудь в цепочку ноду, например, B-Spline, обрисовать этот участок и в параметрах Merge выбрать Subtract. И также смягчить параметром Soft-Tach границы. И мы получаем вот такой вот результат, уже гораздо лучше. Конечно, вот эту часть с линией на потолке нужно вручную подзатирать, но здесь уже никакой ротобраш не справится, потому что здесь абсолютно одинаковый цвет, абсолютно одинаковые границы. Если посмотреть на левый viewer, то видно, что это как будто часть головы. Никакой компьютер не отличит вот этот участок. Для того, чтобы сжимать и разжимать границу всей маски, мы можем добавить ноду Arrow Delayed сразу после нашей черно-белой маски. И регулируя параметры Mount, мы можем маску сужать, а можем ее расширять. Также можем добавить ноду Blur и границы маски немножко подразмыть. В общем, такой способ вполне рабочий. Можно использовать Magic Mask для создания некой основы и уже потом допиливать ее внутри Fusion. Я надеюсь, в ближайшее время Black Magic встроит все-таки Magic Mask в качестве ноды во Fusion и все эти танцы с бубном будут не нужны. Ну а пока вполне рабочий вариант. С вами был Санчес и канал TimeSaver. До встречи, друзья!